АПЛОДИСМЕНТЫ Идеальный мужчина. Так звучит тема сегодняшнего эфира. В студии главный герой программы Дмитрий Нагиев. АПЛОДИСМЕНТЫ Вы смотрите ток-шоу, в котором частная жизнь остается личным делом каждого. Идеальный мужчина. Так звучит тема нашего обсуждения сегодня. По итогам всероссийской переписи населения каждый год в нашей стране распадается примерно 800 тысяч семей. В 70 случаях из 100 – инициаторы развода женщины. Значит ли это, что в современном мире все сложнее встретить настоящего мужчину? Или просто представительницы прекрасного пола стали более требовательными? Мы задаем эти вопросы известной певице Ирине Аллегровой. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Здравствуйте, Адерина Ильича. Здравствуйте. Я вся внимания. Здравствуйте, Юрочка. Здравствуйте. Скажите, какие основные недостатки присущи современным мужчинам? И как эти недостатки менялись, скажем, за последние лет 20? Мне легче сказать, что отсутствует на сегодняшний день у современного мужчин. Окей, что отсутствует? Что отсутствует? Отсутствует, на мой взгляд, в большинстве случаев, такие понятия, как долг, честь. То есть то, как раз о чем говорил Дима, Нагиев? Долг, честь? Ну, я не все слышала, что говорил Дима, будучи там недалеко от вас. Я вам дам почитать свои рукописи, Ирина. Спасибо. Я думаю, что если я вам дам прочитать свои, вам, в основном, будет не очень хорошее настроение. А возможно, из неидеального мужчину, со всеми его недостатками, воспитать, сделать идеального? Ну, во-первых, на мой взгляд, это маловероятно. А если это и возможно, то это будет происходить у него самого в душе. И вот это ее величество, любовь, наверное, в состоянии воспитать того идеального мужчину в глазах той женщины, для которой он будет идеалом, наверное. Но какие качества должны присутствовать у идеального мужчины, на ваш взгляд? Порядочность, чистоплотность во всех отношениях. Вы меня понимаете, о чем я говорю. Вот вы ведь из артистической семьи. От чего предостерегал вас папа? Дело в том, что я не просто из артистической семьи, я, наверное, из уникальной семьи самого. Вот по себе слово «семья» для меня очень много значит. Может быть, поэтому у меня и не состоялась полноценной семьи в моей жизни. Потому что тот пример, который был для меня мой папа, в светлой памяти, он настолько был идеален. Хотя он тоже был далеко не идеален в чем-то. Это был необыкновенный человек. Я видела отношения их с мамой в течение 40 с лишним лет. Я таких мужчин не встретила за свою жизнь. Скажите, Ирина, как вы считаете, эти неудачи целиком от мужчин зависели в вашей жизни? Нет, они зависели от моих потребностей. Может быть, они слишком высоки? Да. А зачем? А зачем другой нужен-то? Я сама по себе сильна. Лучше никакого, да? Конечно. А может быть, ваша сила и подавляла мужчину? Может быть, я не спорю. Значит, недостаточно силен был тот мужчина, который мог быть со мной рядом. Вы понимаете, что сила, чрезмерная сила женщины, это в результате ее глупости? Умная женщина не показывает силу. Мне так кажется. А вы знаете, если у женщины есть сила, ей не надо даже ее показывать, она есть сама по себе. А если женщина настолько глупа, что она считает, что она сильна, вот тогда она ее показывает, и это выглядит смешно. Да, если... Но вы не согласны... Вы не согласны с тем, что сильная женщина может подавлять мужчину? Согласна. Согласна. Но я вижу очень много примеров, когда женщина хочет быть сильной, это выглядит очень смешно. А меня такое создала природа. Я, может быть, сама не очень этим довольна. Но я такая есть. Вот умной женщиной в плане женщины, как женщины сами себя оценивают, я себя не считаю, потому что у меня отсутствует... Это главная черта женского ума, это хитрость. Извините, дамы. И тем не менее, умные, сильные женщины, но очень часто при этом они влюбляются в плохих парней. Это как закон. Понимая, что они плохие. Это как закон, наверное. Ну вот как менялся ваш идеал мужчины, там, с детства, в юности? Он у меня не менялся, в том-то и дело. Я его видела в лице своего папы. Это бывает очень часто. Да, отношение к женщинам, отношение к семье, отношение ко мне, к своим родственникам, к своим родителям, к братьям, к сестрям. Я видела это все. Но ведь найти подобное невозможно в жизни. Я не искала это. Это ведь все равно как у мужчины, который всегда старается найти себе женщину, похожую на маму. А вот моя мама так это готовила, да? Да-да-да. Это нельзя искать, оно или есть, или нет. Ну нельзя ходить искать мужа, или нельзя ходить искать жену. Нельзя найти, вернее, нельзя ходить искать любимого человека. Его можно случайно найти. Ты можешь идти по улице и вдруг понять, что ты влюбился. Так же бывает? Ваша беда в том, что вы не ходили по улицам. Да. И вас не встретила. Можно подумать, что, можно подумать, что Нагиев только и ходит теперь по улицам и что-то ищет. Ну он-то недавно, а я уже давно не хожу по улицам. Что вы думаете? Я думал, мы ровесники. Спасибо за комплимент. Если мы любим, вот я люблю вас, а вы любите меня. Нам же никто другой не нужен, правильно? Мы будем считать, что это самый идеал. Мы не будем видеть недостатков друг друга. Но до какого-то момента потом они проявляются обычно. Опять же, наверное, редкий случай, когда встречаются два человека, когда они настолько похожи, настолько одинаковы душой, они одинаковы, то есть у них одни интересы, они одинаково мыслят. Но это вот тот самый альянс, который в ее величество любви очень много значит. То есть если люди одинаково мыслят, им одинаковые вещи нравятся, и кто-то очень жадный из них, предположим, да, то другой попался такой же. То он не будет этого недостатка видеть конкретно в своей половине, правильно же? Можно я перебью и рассказала вещи, которые она интуитивно чувствует? Я вам приведу статистику чисто научную. Было взято шесть пунктов, по которым люди долгие годы сохраняют близкие отношения, любят друг друга. Шесть пунктов. Это любовь сама по себе, это секс, это дети, это быт, это общность взглядов и интересов. И шестое, я забыл. Я не буду врать, я думаю, что придумать несложно. Значит, единственный пункт, по которому люди всю жизнь проводят вместе, это общность взглядов и интересов. Потому что находясь в одной комнате вместе на протяжении 10 дней, даже такое счастье, как секс, достигает своего пика, присыщения. Безусловно. И только общность взглядов и интересов сохраняется на всю жизнь, и только это может поддерживать отношения. Одна вещь всего. Это надо понимать. И счастливы не те, как говорят, кто смотрит друг на друга, а кто смотрит в одну сторону. Это очень важно. То есть идеальный мужчина это тот... АПЛОДИСМЕНТЫ Идеальный мужчина это тот, в котором у тебя общие взгляды. Абсолютно. Да, и насколько я поняла, мы все-таки говорим о людях совершенно одинакового интеллектуального уровня. Потому что может женщина... Это основоопределяющая, чтобы люди были одного интеллектуального уровня. Как раньше в старину говорили, одного круга. Одного круга. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Несмотря на свою жестокость, Адольф Гитлер пользовался у прекрасного пола таким успехом, что вскоре партия объявила будущему фюреру приказ. Ни в коем случае не жениться. Однако отсутствие перспективы стать официальной супругой вождя германской нации не оттолкнуло от Гитлера многочисленных поклонниц. Немецкая принцесса предоставила в распоряжение фюрера свой кошелек, как дочь партийного фотографа отдала свою квартиру для конспиративных встреч. А невестка известного композитора добывала в трудные времена бумагу для его книги «Майн кампф». Правда ли, что женщин привлекают коварные и ветреные мужчины? На эту тему в нашей студии рассуждает известный певец Григорий Лепс. АПЛОДИСМЕНТЫ Григорий Лепс, певец. Родился в Сочи. В детстве увлекался футболом и музыкой. Музыкальное училище окончил по классу ударных инструментов. В 23 года начал петь и стал лауреатом второго рок-фестиваля в Новороссийске уже в качестве вокалиста. Первый диск Натали записал в 95-м году, а к настоящему моменту выпустил еще 4 диска. Продюсер и аранжировщик господина Лепса Евгений Кобылянский говорит, что Григорий человек импульсивный и непредсказуемый, хотя и старается эти качества не проявлять в ущерб работе. Однако вполне может в течение часа собрать вещи и улететь в Париж, наслаждаться одиночеством. Или сделать кому-нибудь подарок, стоимость которого затем придется выплачивать несколько месяцев. Неудивительно, что и поклонницы творчества Григория ведут себя экспрессивно. Одна из них, например, бросилась под колеса его Мерседеса, чтобы был повод познакомиться. Впрочем, господин Лепс на провокации не реагирует. Женат вторым браком, имеет двух дочерей. Здравствуйте, Игорь, здравствуйте. Я так понимаю, ветреный и коварный. А-а-а. Так? О-о-о. На эту тему в студии... Это вы обо мне? Ветреный и коварный. А, извините. Почему собрались вас обсудить, Григорий? Я понял, спасибо большое. Я рад. Это действительно так? Это ваш личный опыт? Вы считаете, что женщин привлекают коварные и ветреные мужчины? Ну, коварные-то чересчур, а вот плохиши могут привлекать. Сначала в школе хулиганы. В школе-то хулиганы какие-то, люди покрепче, то есть ребята постарше, может быть так. Такое случается довольно часто. Я так понимаю, вы себя относите к категорию плохишей? Ха, ну, паинька я не был никогда, то есть ни в детстве, ни сейчас. Паинька я не был и не хотел никогда им быть, как бы, всегда был на передовой. Ага. Да. Вы недавно женились? Год. Недавно? Это что, так долго? Да, что так долго? Год. Ваша жена считает вас идеальным мужчиной? За что? За что, хороший вопрос, за что? Моя жена, моя жена слишком умна для этого. Она знает, за кого она вышла замуж. Даже я знаю, на ком я женился, так что у нас все хорошо. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, вы-то, возможно, а ее-то что побудило выйти за вас замуж? До сих пор не могу понять. Знаете, я никогда не ухаживал долго за женщинами, никогда в своей жизни. То есть, вот первый раз со мной такая история, я ухаживал год за своей женой, даже не поцеловал ни разу. Я встречал ее с работы, я провожал ее. Жали руку, что ли? Да, вот действительно так и было. Для меня это было, как бы, так, немножко парадоксально. Я никак не мог понять, что... Стеснительный. Кто, я, что ли? Я очень стеснительный. Я прям заметно. Это сразу бросается в глаза. Заметно. Нет, серьезно. Мне просто не давали. Мне не давали повода, чтобы я, как бы, делал какие-то действия еще. Мне говорили, так держали на расстоянии, это в течение года. Это тебя и привлекло, видимо. На меня жаловаться как бы грех. Я не мешаю никому, ради бога. Все занимаются своими делами в доме. Жена смотрит за детьми, я зарабатываю деньги, все как положено. Мы вместе ходим в кино, в ресторан, к друзьям, от друзей. Сейчас она поехала от меня отдохнуть в Италию. Я завтра поеду в Париж, от нее немножко отдохну. Все нормально. Ирина, по-моему, вы попали, потому что Ира хочет что-то очень сказать. Что вы хотите, Ирина, мне сказать? Они уехали отдыхать друг от друга. Я когда-то даже это напечатали в газете, потому что время было за честь попасть в газеты. Это сейчас, лишь бы они не трогали. Потому они и напечатали. Да, но тогда вот была даже такая фраза, то есть я повторюсь. Я сказала, это было как заглавлено, что если я захочу когда-нибудь отдохнуть от любимого человека, я уйду от него навсегда. Неужели ты через год захотел в Париж поехать без своей половины? Чего бы и нет, возьму и поеду. Вот это и подтверждает то, что у женщины и у мужчины все-таки разные взгляды на понятия идеальной мужчины. Если через год появляется желание поехать порознь, у меня возникают вопросы. Какой? Ну, для чего быть вместе? Вы были в Париже? Если их обоих это устраивает. Ну, как можно поехать в Париж с женой? Я шучу, конечно. В общем, вы из тех, кто следует завету Пушкина, да? Чем меньше... А, Александра Сергеевича его звали. Чем меньше женщины мы любим, тем легче нравимся мы ей. А тоже знаете? Да. Чем больше, меньше там, да, да, я поэта уже все. Ну, Пушкин был, конечно, гений, но он тоже был не идеален, насколько я знаю, из рассказов моих друзей и из прочитанной литературы, которую я о нем читал. И все-таки, вот ответьте на такой вопрос. Если женщина может выбирать между безупречным и порочным мужчиной... Это если она найдет безупречного. Ну, допустим, вот у нее есть выбор. Кого она выберет? Ну, все, от любви как бы завести, естественно. Это чувство нельзя сбрасывать ни с каких щитов. Я думаю, что она будет искать третьего. А, ну, Ирина Александровна, как женщина, имеет право ответить вот на этот вопрос. Ирина Александровна утверждает, что она будет искать третьего. Я до этого не догадался. А вот женщина думает вот так. Нет, я сказала третьего, которого она будет просто любить. Просто любить. Голенького такого, да, да, да. Скажите, а... Без всего. Такой бой, ну, ладно. Ну, что делать, у меня так всю жизнь. Ну, бывает. Ну, что ж тебе нужно, дорогой. Голос, вы сами прекрасно зарабатываете. Вы должны как-то... Может быть, вы мне поможете? Гриша, Дима, причем вы с этим вполне сталкивались. Объясните мне, пожалуйста, почему, и это тоже по статистике, по безусловной статистике, почему за последние 10 лет самым популярным мужчиной у нас в стране, благодаря кино и телевидению, стал гангстер-бандит? Кто, простите? Гангстер-бандит. Это никакого отношения имеет к теме разговора мужчина. Это скорее лежит в запрете, который был на таких персонажей в течение десятилетий. Может быть, и так, как бы, тоже точка зрения не лишена смысла. Поскольку нет никакого героя на экране, он отсутствует. Нет, почему? Был герой, завод, работа, а такие герои у нас были. Героя нет. У нас нет Рэмбо, у нас нет Рокки, у нас они отсутствуют, поэтому народ довольствуется. Как, а вы же-то там с автоматом-то вот с этим все вот... Ну, он никак не Рокки, ну что вы. Вот такие героев и любят. И не Рэмбо. Уродливых. Ну, вам не кажется, это продолжение любви к хулиганам в школе? Ведь в школе всегда хулиган был главным героем. Плохиш. Это не продолжение любви к плохишам. Ну, это как бы, знаете, он был, конечно, главным героем до той поры, пока его не поколотит еще какой-нибудь парнишка посильнее. За последние 20 лет как изменился идеал мужчины в нашей стране? Ну, не в лучшую сторону, я лично считаю. Нет, а я думаю, что он был, а теперь он отсутствует. Был Урбанский с фильмом «Коммунист». Да, Урбанский был абсолютно. Ну, я согласен. Теперь этого героя нет. Пока я, наверное, не сделаю. Был Андрей Миронов потом. Последнее слово за вами. И все-таки объясните мне. Почему это последнее слово сразу и риск? Идеал отец. Да, ну, отец. Потому что она женщина. Но все-таки я многие годы женат на одной женщине. Но, тем не менее, идеал женщины у меня в разные периоды был разным. А у вас в разные годы был... Безусловно. 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 Я вам сейчас все равно не назову, вот что такое для меня сейчас идеально. Для меня сейчас может быть хуже, чем... Скажите, а у меня шансы есть? Есть! Шансы есть у всех! У вас нет шансов по той причине, что вы хотите жениться, а я больше замуж выходить не хочу. Спасибо. Спасибо. А зрители даже и не хотят, чтобы мы задавали вопрос. Дима, я очень рада видеть вас. И я поддерживаю... Так не только вы, это же многие. Я поддерживаю вашу точку зрения в том, что идеал мужчины заключен во внутренней стержне, как таковом. На сегодняшний день я дождалась своего идеального мужчину. И вообще я считаю... Это мой муж. И вообще я считаю, что идеальный мужчина тот, с которым ты миг проведенный, вот миг проведенный. Это вот этот миг, он тебе дарует бесконечность. Спасибо. О многочисленных романах королевы Голливуда Элизабет Тейлор ходят легенды. Только официальных браков у нее было восемь. Актриса обожает драгоценности. Грудь, уши, шею и пальцы звезды всегда украшают огромные алмазы. Но главный бриллиант своей коллекции, мужчину мечты, 72-летняя дива, так и не нашла. Стоит ли искать свой идеал и как его обнаружить? Ответы на эти частные вопросы даст известная пара сразу после рекламы на телеканале «Россия». Это тот пример, который был для меня мой папа, в своей твоей памяти. Он настолько был идеален. Я таких мужчин не встретила за свою жизнь. Скажите, Ирина, как вы считаете, эти неудачи целиком от мужчин зависели в вашей жизни? Нет, они зависели от моих потребностей. Может быть, они слишком высоки? Да. А зачем? А зачем другой нужен-то? Ну, коварный-то чересчур, а вот плохиши могут привлекать. Таких героев и любят. Ирина, уродливых. Да, наглых. Вы смотрите топ-шоу, в котором даже во время частной беседы не переходят на личности. Идеальный мужчина. Тема сегодняшнего эфира. У нее было множество поклонников, но из всех своих воздыхателей она выбрала именно его, потому что он ее идеал. Приветствуйте в студии программы «Частная жизнь» композитора Владимира Шаинского и его жену Светлану. АПЛОДИСМЕНТЯ АПЛОДИСМЕНТЯ Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, Владимир Яковлевич! Светлана, а ты меня перебивай. Кто из вас, кого выбрал? Вы Владимир Яковлевича или он вас? Как у вас это произошло? Разумеется, можно выбрать Владимир Яковлевича. Он сам назначает, кто с ним, а? Светлана, как вы встретились? Если Дима говорит, это вообще уже конец света. Светлана, итак, как вы встретились? Я уже боюсь. Встретились в коридоре союза композиторов. Так. И все, все произошло сразу, да? И истинно, да? А чего тянуть? Нет, никакой истин не было. В коридоре союза композиторов. А что же было, если не было истинно? Он мне ужасно не понравился. Он был в какой-то шапке, в каких-то сапогах, не знаю, резиновых, что ли, с дачи приехал. Я думаю, охотник, что ли, какой-то. А это оказался композитор Шаинский. Что-то охотник. Охотник подстрелил. Как тот, который чайку подстрелил. Потом, когда я зашла там напротив, в союз, мне сказали, так это же Шаинский. Я говорю, да. Надо же. Вы вернулись. Кто такой Шаинский, да? Нет, но кто такой Шаинский, я знал. А, вы знали. Это правильно? Это охотник. Главное, что когда мне было, исполнилось мне 17 лет, мне на день рождения подарили такого чебурашку и гену такую на стенку. Крокодила и гену, да? Да. Это уже был какой-то... Вот с этого, видимо, началось знакомство. С чебурашки. С вашим творчеством. Да. С крокодилами. И генами. И генами. И чебурашками. Да. А ухаживал или на храпом брал? Шаинский красиво за вами ухаживал? Ну, как мог. А он вам песни не дарил, никакой специально дарил. Ну, любой вагон, как полагается. Нет, ни в коем случае. Светлана, когда Владимир Яковлевич сделал вам предложение, вы поняли, что это именно тот мужчина, которого вы искали? Не знаю. Света еще не решила. Я еще не решила. Она до сих пор не решила, правильно? Сколько вы уже лет вместе? Ну, мы знакомы уже 20 лет. Больше 20 лет. 20 лет. Да. 20 лет. Это разве срок. Я думаю, это заслуживает. Аплодисменты. Свет, Владимир Яковлевич соответствует тому идеалу, который вы себе представляли до встречи с ним? Который вы себе придумали, скажем, в 17 лет, когда вам подарили чебурашку. Я думаю, что нет. Нет. Это очень честно. Ну, просто вот когда, после общения с ним, просто видно было, как-то мне было с ним спокойно всегда. Вот мы просто общались, мы поженились только через, сколько, 3 года. Через 3 года после знакомства. Простите, но мы встречались? А что сказала ваша мама, скажем? Ну, все были в ужасе и в шоке. Почему? Такой знаменитый композитор. Не знаю. Вот так. Большая разница. Вот это же не просто композитор, это же Шаинский. Да. А это не просто композитор. Это Шаинский. Это правда. Так что сказала мама? Мы у меня не было слов. Ну, скажи, что мама сказала. Это все цензурно? Я же до сих пор не знаю. Нет, нет, ради бога. Если вырезать нецензурщину, мама молчала. А что говорит мама сейчас? Ну, маму, к сожалению... Сейчас она действительно молчит. Да. Потому что ее уже нет на свете. Она не вынесла так долго эту реальность, которая создалась после нашей женитьбы. Вот. Владимир Яковлевич, ну, а вы-то вот тема сегодняшней программы «Идеальный мужчина». Вы-то сами считаете, что «Идеальный мужчина» это глупость? Нет, вообще это глупость. Это придумано. Такие бывают или нет? Я считаю, что в мире нет ничего идеального, как вы знаете. Вернее, есть оригинальное что-то. А оригинальных у нас где-то 6 миллиардов. Потому что каждый из 6 миллиардов людей, он по-своему оригинален и неповторим. Правильно ведь? Вот. А стереотипы строить, вот должен быть идеальный мужчина такой или не такой. И тем более делиться об этом по телевизору со всеми. Мне кажется, что это... Насколько я понимаю, вы никогда не относили себя к числу мужчин идеальных? Вот я сейчас подумал, после вашего вопроса, и подумал, а вдруг я идеальный? Возможно. Только это почему-то, возможно, вы идеальный, но это вызвало такую улыбку у Светланы. У Светланы? Я на Светланы не смотрел, я смотрел на зал. А я смотрю на Светланы. А, а зал улыбался. Видимо, они меня поддержали. Что решили... Значит, я теперь не знаю. Скажи, пожалуйста, ты действительно иронически улыбнулась после моего слова идеального? Правда? Или трагически, а? Иронически, трагически. Если позволите, единственный вывод, который я сделал из нашей сегодняшней дискуссии, не существует ничего идеального. Нет идеального мужчины, нет идеальной женщины. И нет идеального, все это придумано нами, и никогда тот образ, который придуман нами, не соответствует реальности, не соответствует действительности. Это так, Дима? Я повторяю, что стремление должно быть. Ирочка, это так? Стремление, это потому что те составляющие, которые я назвала, я хочу к ним еще кое-что добавить. Это долг, честь, это ответственность, чувство, ответственности в жизни. И, безусловно, чувство юмора должно быть. Лепс очень обрадовался. Лепс очень обрадовался. Там жестикулировать. Поэтому я должен сказать, единственный, кого я боюсь в этом зале, это Ира Аллегрова. Потому что она все так... Не надо, я ее подержу. Подожди, подожди, мне интересно. Дайте скажу. Почему? Потому что она так точно все знает, я ничего не говорю серьезно, я ничего не говорю правильно. она все так правильно представляет, что надо. Я слушаю. Я заслушался. Спасибо. Это мудрость. Если вы еще слышали, как она поет... Спасибо вам большое. Для миллионов своих поклонниц Дмитрий – идеал мужчины. Казалось бы, обилию женского внимания можно только позавидовать. Но чем больше женщин вокруг, тем сложнее сделать выбор. Мы прощаемся с вами. Смотрите нас со вторника по пятницу на канале Россия. Будьте счастливы. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова